В Санкт-Петербургском государственном университете состоялась церемония награждения победителей и призеров Олимпиады школьников СПБГУ в 2016-17 учебном году. Поздравление и напутствие молодые таланты получили от выдающихся деятелей российской науки. Настоящим подарком для участников церемонии стала открытая лекция Татьяны Черниговской «Роль гуманитарных знаний в исследовании мозга», ведущего ученого России, заведующего лабораторией когнитивных исследований СПБГУ, профессора и декана физического факультета, член-корреспондента Российской Академии Наук. «Занятие наукой – это сплошной детектив. Дорога, на которую вы встали, настолько увлекательна, что я искренне вам завидую», – призналась Татьяна Владимировна. Ребятам она рассказала о когнитивной науке и роли гуманитарных знаний в нейроисследованиях. «В 21 веке мы оказались в ситуации, когда науки перемешались. Время, когда физика, языкознание и химия были обособленными дисциплинами прошло. Это не значит, что этих наук нет. На их стыке находится очень большое поле интеллектуальных знаний», – отметила профессор. «Сегодня университет готовит специалистов, которые обладают знаниями в области лингвистики, психологии, нейронауки, искусственного интеллекта, философии и многого другого. А наши выпускники, будучи филологами, в состоянии вести научный диалог с биологами, математиками и генетиками». «Я не могу вам сказать, как я вам завидую, потому что та дорога, на которую вы встали, она настолько увлекательна, что я вообще не понимаю, почему все остальные, которые не с нашей поляны, почему они на эту поляну не идут. Потому что занятие наукой – это на самом деле детектив сплошной. То есть вы собираете компромат на все, после этого садитесь и думаете вместе с Шерлоком Холмсом и другими детективами, что все это значит. В общем, я завидую вам очень. Ну хорошо, теперь, поскольку времени у нас мало, то я попробую рассказать, что происходит сейчас. В 21 веке мы оказались в ситуации, когда науки перемешались. Поэтому вот когда объявляли название кафедры, которой я имею удовольствие заведовать, и там мелькнуло слово «конвергенция», то это вот оно и есть. А именно время, когда были отдельно химия, отдельно физика, отдельно языкознание, это время прошло. Это не значит, что этих наук нет, но это значит, что очень большое поле интеллектуальных знаний находится на стыке или даже не на стыке, а просто перемешалось. Вот я закончила Петербургский университет, и в дипломе у меня написано то, чем я никогда не занималась потом. А именно германская филология, то есть я филолог, при этом я доктор биологических наук, но у меня еще другая специальность докторская, а именно теория языка. То есть это я не к тому рассказываю, чтобы свою биографию изложить, а к тому, что вот я пример, который теперь не редкий. Это вот, когда я в эту игру начала играть, это было редко, а сейчас вы этому просто будете учиться. Когда мы совмещаем одновременно и, вот скажем я, и лингвистику, и психологию, и нейронауки, и даже искусственный интеллект, это отнюдь не весь список. Ну хорошо, давайте посмотрим, значит, что у нас будет получаться. Я хочу, я должна очень быстро проехать по всему этому, чтобы вас заразить вирусами. И я начинаю с книжки, которую написал Нобелевский лауреат по физике, один из основателей квантовой механики Эрвин Шрёдингер. А написал он книжку, что такое жизнь с точки зрения физики. И это было в 44-м году, в 47-м она уже была издана по-русски. И это очень интересно, потому что это пишет физик, как бы это вообще не его дело, он мог бы этим не интересоваться. Книжка, кстати, страшно интересная. И он там намекает, но я не буду зачитывать, естественно, то, что на экране, он намекает там простым образом на то, что и составляет корень университета. То есть вот это мультидисциплинарное универсальное знание. Ну и что? Та область, в которой я работаю, называется когнитивная наука. И это очень-очень пёстрое поле. Вот то, что здесь на рисунке вы видите, это лишь некоторые, правда и главные, но лишь некоторые его части. То есть это, разумеется, лингвистика, это антропология, это нейронауки, искусственный интеллект, конечно, психология и, между прочим, философия. Потому что философия для нас является не украшением и не просто такой вот забавной, такой снобистской историей. Ну, плюс ко всему, пусть будет ещё и это. Философы – это те люди, которые умеют профессионально думать. Они нам показывают, как должны быть поставлены вопросы, которые мы исследуем, чтобы они должны быть правильно поставлены. И что нам делать с теми данными, которые мы получаем, как их понять, как их правильно интерпретировать. Ну, вот эволюция жизни на Земле, вот как я здесь пишу, началась с самых, полагается говорить, примитивных, но это то слово, которое я вообще никак не употребляю. Ничего примитивного на Земле нету. Самый, казалось бы, простой организм, там, одноклеточный, он уже бесконечно сложен. Тем не менее, началось вот с этих простых вещей, двигалось-двигалось с помощью эволюции и пришло к тому, что является самым сложным из всего, о чём мы хоть что-нибудь знаем, а именно к человеческому мозгу. И человеческий мозг – это мозг тех существ, которые, кроме всего прочего, живут ещё не только в физическом мире, но в мире символов и знаков. И это всё от математики, включая языкознание, ну, включая язык, лучше, скажем так, и даже музыка, и все виды искусств. Мы вышли из Африки, как всем известно, и распространились по миру. И сейчас, почему я это вам показываю, потому что сейчас в том, что с нами произошло, как мы где оказались и почему мы такие, огромную роль вот в исследовании этого стала играть вообще чисто биологическая наука, а именно генетика. Если бы я начинала работать сейчас, то я бы хотела получить образование как генетик, после чего я бы это бросила и ушла работать в другие области, но уже имея эту большую подготовку. Генетики сейчас делают потрясающие вещи. Они рассказывают, кто кому родственник, не только в синхронном смысле, но откуда кто произошёл, если у нас в геноме раньше считавшиеся забытыми тупиковой ветви, неандертальцы, например. Я ещё недавно студентам в аудитории говорила, да неандертальцев нам дела нет, это тупиковая ветвь, мы их победили, и они нам не родственники. Всё это оказалось неправдой. И вот здесь вот изображён ещё один вид людей, которые недавно были открыты, это Homo sapiens altainsis или Homo sapiens Denisova в Денисовской пещере в Алтае. Найден был вообще другой вид, и их сейчас находят всё время, и это без генетиков сделать было бы нельзя. И вот академик Деревянко, чей портрет здесь есть, который получил за это государственную премию, он один из тех, кто это всё делал. То есть, конечно, гены – это самое главное, это я вам говорю как лингвист. Да, и у нас эволюция довольно странно шла. Вот это мне, кстати говоря, хотя я и доктор биологических наук, оно мне покоя не даёт. Я всё как-то считала, что уже, ну, идёт и идёт эволюция, и у неё одинаковая скорость. Оказывается, в эволюционном процессе были участки в геноме, которые развивались невероятно быстро, о чём здесь и написано. И это участки, которые делают нас людьми. То есть, это не просто человеческий мозг, а это ещё его главные отделы, вот эти вот лобные доли, которые всё и устраивают. У нас не просто большие лобные доли, у нас ещё огромное количество нейронов, что больше, чем у всех других. Что, между прочим, показано было месяца три тому назад. То есть, то, что я рассказываю, в том числе и студентам, это не то, что было когда-то известно, а то, что известно сейчас, скажем, открыто на прошлой неделе. Большой мозг и у других существ, вот, которые здесь изображены, но у нас он особый. У нас это сложнейшая нейронная сеть. Это сеть сетей, сеть сетей сетей, это гиперсеть гиперсетей и так далее, пока вам не надоест это говорить. Ничего сложнее, с чем человеческий мозг, мы не можем даже себе представить. Если его с чем-нибудь и можно сравнить, то с Вселенной, с самой. Однако, выделен некоторый участок в геноме, ну, все вы, наверное, слышали неправду про то, что у нас 99,9, много девяток после запятой общих генов шимпанзе. Меня всегда это смешило, потому что, как мы отличаемся от шимпанзе, понятно всякому. То есть, это гигантская разница. Если это сводится к каким-то тысячным долям процентов, то мне на эту информацию наплевать. Мне все равно, потому что этого не может быть. И это не так. Потому что вот то, что здесь написано, видите, говорит о том, что у нас есть огромное количество отличий. А для сравнения между птицами и шимпанзе, которые находятся вообще в разных концах эволюционных всех этих деревьев, всего два отличия. Поэтому, это никакой не один процент. Это гораздо сложнее история. Короче говоря, вот ситуация такова. У нас вдруг, почему-то, эволюция стала развиваться направленно и направленно в сторону того, чтобы получились люди. Примерно 75-50 тысяч лет назад какой-то скачок произошел. Это в англоязычной литературе даже называется the event. Вот как бы событие. Что это за событие? Я не знаю, может, там радиация какая-то ударила. Я не знаю, что там произошло, никто, естественно, не знает. Но, во всяком случае, вдруг огромный когнитивный скачок. И появилось то, что вы на экране можете видеть, и я просто не могу на этом останавливаться. Про это я и читаю лекции студентам. Так что, я надеюсь, вы все поступите. Тогда и поговорим. И тогда мы будем, и будем, и сейчас вот говорим о том, что вот на этом стыке разных наук нас интересует, например, как связаны языки, как связаны этносы и как связаны гены. И вот именно такая работа специалистов в разных областях и дает информацию, о которой раньше и думать было нельзя, потому что это в разных местах находится. Мы сейчас готовим специалистов, которые в состоянии разговаривать и с биологами, скажем, будучи филологами, в состоянии разговаривать и с биологами, и с психологами, и с математиками, и с генетиками даже. Внутри лингвистики, это очень интересная область, вот я уж, ну, Ломоносова тут все узнают, но крупнейшие ученые в разные века пытались вывести наше прошлое по языкам. Откуда они взялись, какие родственные, какие просто перемешались из-за того, что жили вместе и так далее. Это очень интересная наука, редкая наука, и это то, что связано в том числе с языковыми реконструкциями, потому что языки, на которых говорили люди много тысячелетий и даже десятков тысячелетий, или даже сотен тысячелетий назад, разумеется, никаких свидетельств не оставили, и поэтому нужны специальные знания для того, чтобы пытаться понять, что это было. У нас же ни текстов, ни записей нет и никогда не будет. А генетика, в частности, как одна из наук, она нам дает информацию о том, говорили ли, например, неандертальцы. Ну, просто не могу сейчас об этом рассказывать, естественно. Вот, выводятся такие типологии языковые, вот такие рисуются кластеры, деревья, и многие крупнейшие ученые мировые этим заняты. И внутри лингвистики мы, например, объясняем, что человеческий язык – это не только коммуникация. Вот если просто человека на улице спросить, язык – это что, то все ответят, это коммуникация. А я скажу – нет, это, конечно, коммуникация, но, может быть, даже важнее, что это средство мышления. Язык многозначен, и он зависит от контекстов. Я как-то очень собой гордилась, придумала, что я напишу статью, но я ее так и не написала, зато придумала название, которое мне ужасно нравится. Но это и все, что я придумала. А название было такое – единица не равна единице, потому что в языке никогда, ничто само себе не равно. Все зависит от того, кто сказал когда, в каком контексте, какой школе он принадлежит, какое у него мировоззрение. Ничто, самое простое слово, ничего не значит, если нет контекста. И это делает эту историю чрезвычайно сложной. Кроме того, язык конвенционален, то есть договорное у нас это все. Мы просто договариваемся, что это называется микрофон. Оно может называться как угодно, хоть яблоком, если мы договоримся. И он очень сложно устроен. У нас есть маленькие кусочки, как бы атомы, они вкладываются в большие кусочки, это как бы морфемы или слоги. Те вкладываются в фразы, те вкладываются в тексты и так далее. Он очень сложно устроен. И у нас есть некоторые универсальные правила, которые свойственны вообще роду Homo sapiens, или лучше сказать Homo loquens, человеку говорящему, независимо от того, на каких языках этот человек говорит. И у нас, наконец, есть мозг. Мне страшно нравятся эти старые рисунки. Сейчас, к сожалению, мы так больше не думаем, как раньше думали. Вот видите, это как лоскутное одеяло, мозг расписан, разделен на кусочки. Значит, в одном про дружбу, в другом про любовь, в третьем по математику, в четвертом для запения и чтения. То есть раньше вот умилительно считали, что в мозгу есть такие коробочки, и в каждой из этих коробочек свои свойства. Увы, сейчас мы так не думаем. Это сложнейшая нейронная сеть, это картинка, это реальная электронно-микроскопическая фотография, очень-очень маленькая кусочка мозга. Вот нейронная сеть выглядит примерно так. Если все нейроны и отростки от них вытянуть в одну линию, то получится вот эта страшная цифра. То есть это 68 раз облететь Землю или 7 раз летать на Луну. В голове каждого из вас. Каждого. Информация в мозгу. У меня очень часто, поскольку я, к сожалению, публичная фигура, постоянно мне вопросы задают. Сколько... Мы не перегрузим ли мозг, нет ли в нем, хватит ли в нем места. В нем хватит места на все. В этом смысле мы его не перегрузим. Кроме того, когда спрашивают, сколько информации может вместить, а вы что имеете в виду под словом информация? Информация это то, как почки работают, как печень кровь производит, как палец двигается. Информация это вообще все. Поэтому надо к вопросу о философах. Нужно правильно задавать вопрос. Ну хорошо. Кроме того, есть сознательное и бессознательное. Об этом я даже боюсь начинать. Зачем нам это все знать? Вы можете сказать, а я собираюсь заниматься поэзией Шелли. Мне зачем знать? Во-первых, не хотите, не знайте. Никто никого не заставляет. А во-вторых, знание о том, как функционирует наш мозг, что такое сознание, как мы принимаем решения, влияет на все. На все вообще. Например, на то, как... Должно было бы влиять на то, как организовано общество в целом. Наши социальные институты, они правильные? Может, они потому так обломались все? Может, потому такой кошмар на планете сейчас происходит, когда вообще все перемешалось, никто не понимает, что кто делает? Может, это потому, что неправильно общество организовано? Медицина, разумеется, принципы функционирования вообще всех сложных систем. Когнитивные алгоритмы принятия решений. Если вы думаете, что мы решения принимаем, как завещал Аристотель или Декарт, а именно, если это, то это, а если это, то это, то вы ошибаетесь. Вот именно так мы решения не принимаем. Большинство решений принимается вообще истерически. Хочу и сделаю. В том числе на бирже, кстати, аптечка. Организация общего профессионального и высшего образования, она была бы существенно лучше, если бы мозг дал труд и сообщил нам, как он умудряется со всем этим справиться. Он-то как-то учится, и учится успешно, только не рассказывает, как. Так, средства коммуникации были бы совсем другие, если бы мы знали, как коммуникация происходит в мозгу. Мы знаем очень много. Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что ничего этого мы не знаем. Мы знаем очень много, и все равно это один миллиметр от того, что должны были бы. И это ваша работа будет. Наконец, подготовка элит. Мы готовим тех людей, которые будут управлять планетой? Или это все еще кухарки, которые уже доуправлялись. Результат мы видим. Это кто? Кто эти люди? Они подготовлены? Я имею в виду не то, что они должны много знать, это само собой. А они должны уметь это делать. Дальше. Мы попали в мир другой. Мы уже живем в другой цивилизации. Я алармистка, всех пугаю. Буду пугать и вас. Нравится нам или не нравится, мы оказались в другой цивилизации уже. Это не будущее, а настоящее. Мы живем в цифровом мире. Мы живем в прозрачном мире. Про каждого из нас все известно. У каждого у вас в сумке или в кармане лежит телефон. А также банковские карты. Всем известно, с кем вы обедали, что вы ели, на что у вас аллергия. И какие сумочки вы любите покупать. Все всем известно. Это уже факт. Кроме того, появилась огромная сеть. И это создает иллюзию того, что знания просто добываются. Они не добываются просто. Очень простые знания добываются просто. А сложные еще сложнее, чем раньше. Потому что нужно найти интернет-ресурсы, которым мы доверяем. Вот мы студентам говорим, прямо говорим, здесь, здесь и здесь смотреть нельзя. Наши профессиональные сайты выглядят вот так. Там написано правда. Остальное, кто что хочет, тот, кто и пишет. То есть интернет-технологии требует отбора. И я не на тему цензуры, а я на тему тетя Маша, что сказала, мне неинтересно. Потому что тетя Маша пусть поучится сначала, а потом мы побеседуем. Мне интересно мнение профессионалов. Важная задача в связи с этим встает перед нами. А мы такие уже, как были те, кто жили в 20 веке и тем более в более раннее время. Мы такие или мы другие? Мой ответ, и он уже известен. Мы другие. Уже родилось поколение Google, это термин. Уже родились дети, которые уже попали в цифровую среду. Я вот тут в какой-то лекции публичной приводила пример, он мне покоя не дает. Я куда-то далеко летела в самолете, рядом со мной сидела молодая женщина, у нее на руках был ребенок лет двух максимум. У этого ребенка был планшет. И он в этом планшете такое вытворял, чего я не умею. При том, что я опытный пользователь. То есть он там переделывал действующих лиц, менял голоса у этих действующих лиц. Это другой человек. То есть он, когда попадет в школу, что он будет делать в этой школе? Это значит перестройка всего образования. Это просто факт. Можно спрятаться и делать вид, что это не так, но тем хуже. Дальше. Где кончается наша личность? Я вот физиком тоже читаю лекции. Меня просил Михаил Валентинович Ковальчук, который вот будет во второй половине дня тоже здесь в публичной лекции выступать. Он меня просил своим магистрантам, его магистрантам с физфака лекции такого сорта читать. И я тоже им говорю, но они такая интеллектуальная элита совсем. Я им говорю, а где я заканчиваюсь? Если часть моих знаний находится в планшете, другая часть в телефоне, третья часть там еще где-нибудь в интернет-ресурсах. Я, где конец меня, как бы, вот, или мое сознание уже распределено между мной и большим количеством виртуальных всяких площадок, в том числе в облаках, там часть моих статей находится. Вот я где? Умный мальчик. Да, я говорю, вот здесь, что ли, где кожа моя кончается, сидел в углу мальчик, который, я подозреваю, Эйнштейн, который мне сказал, а вас не волнует, где вы начинаетесь? На этом наша беседа остановилась. Потому что я, естественно, ответить ничего не могла. Обучение, дорогие друзья, чем вы и заняты, меняет мозг физически. Это не на тему, что хорошо быть умным, а не дураком. Это на тему того, что вот мы сейчас все здесь сидим и заняты интеллектуальным разговором. В данную секунду наш мозг меняется у всех. И у меня, и у вас, у всех. И вот как он меняется. Плотность и качество нейронной сети меняются физически. Ее нейроны находятся среди других клеток, и они называются глиальные клетки. И слово глия, это, понятно, от слова клей. Но это раньше так думали, что это просто, чтобы им там было удобно лежать этим нейронам. У глии своих функций сколько угодно, и их еще больше, там, в сто раз. В общем, страшная вещь. Обучение приводит к росту количества дендритов и аксонов. То есть этих щупальцев, которые отходят от нейронов и которые устраивают всю эту огромную нейронную сеть. Даже к увеличению нервных волокон и к качеству этих нервных волокон приводит обучение. Можете себе представить? Растет интенсивность и эффективность серого и белого вещества, о котором мы и думаем. Ну что, мы все обладаем сознанием, и это очень модная тема, и очень опасная тема, потому что масса всякой муры про это сказано. Что такое сознание, никто не знает. Те, кто знают, они либо просто не понимают, что они не знают, либо просто говорят так, а сами не уверены. И точки зрения очень разные. Например, есть в том числе и мои друзья и коллег очень высокого ранга ученых, которые считают, что сознанием обладает вообще все живое. То есть, я говорю, что и креветки, как мне теперь креветку не съесть? Они говорят, и креветки. Я говорю, а огурец? Огурец тоже обладает сознанием. Потому что, если я его там посолю или уксусом полью, так он обидится. То есть, от вот такой вот точки зрения до такой. То есть, это все, что не во сне, все, что не в коме, все, что не в анестезии. И это тоже не так. Потому что люди, которым повезло, и они выходят из комы, они нам такое повествуют. То есть, они вовсе не были камнями, пока были в коме. Во сне происходят важнейшие вещи. У меня просто нет времени вам рассказывать. Во сне происходят все открытия, происходят или как минимум готовятся, когда вы находитесь не вполне в отчетливом сознании или даже вообще спите. Другой вопрос, что такой сон приснится тому, кто готов. Он не приснится, кому попало. Скорее всего, под сознанием нужно иметь осознание в виду. О сознание. То есть, я такой-то, я думаю так-то. То есть, понимание того, что я сам делаю. Тогда получается, что сознания нет у маленьких детей. Или сознания нет у шимпанзе. Или нет у ворон. Вы знаете, что вороны недавно, это было меньше, чем полгода назад, официально признанные имеющими интеллект, равные интеллекту шимпанзе. Врановые. Можете себе представить? Веселье, я вам говорю. Наука интересная вещь. Мир меняется. Как он изменится? Ясно, что появятся роботы с более сильным, чем у нас интеллектом. Это факт. Спорить с этим бесполезно. Очень страшно мне, если это будут роботы с сознанием. Вопрос в том, узнаем ли мы, что у них сознание есть. И какие у нас есть основания считать, что, скажем, у суперкомпьютера сейчас сознания нет. Никаких. А вот если у них появятся свои цели, планы, эгоизм и так далее, то я на всех поздравляю от всей души. Кроме того, срастание людей с компьютерами – это то, что есть уже сейчас. Представьте себе, значит, уже можно есть разработки, что слепые люди получают определенную аппаратуру, с помощью которой они могут видеть. Есть, соответственно, искусственный глаз, искусственное ухо, искусственное сердце, искусственные легкие, искусственная печень. Руки, ноги поломали на лыжных трассах. Вам поставят руки, ноги. А мы еще, все еще мы, уже возможны чипы, которые ускорят вашу мозговую деятельность и, соответственно, увеличат память. И тогда мы, это все еще мы. Понимаете, я вам не фантастический фильм рассказываю. Это то, что уже возможно. Оно еще не массово, но оно уже есть. А мы справимся с этим. Скажем, Маша Н до чипа, который утроил ее мозговые возможности, и Маша Н после вставления этого чипа – это одна и та же личность. Мы что вообще с этим будем делать? Это я к тому, как интересно наукой заниматься. Понимаете? Вот это вот оно. И вот я хочу привести, поскольку вы здесь все-таки в основном гуманитарии, насколько я понимаю, стихотворение Гёте. Мефистофель говорит. Это очень интересно, потому что наука, по крайней мере, та, которая была до сих пор, она занимается анализом. То есть она все режет, режет, еще мельче режет, еще мельче режет и смотрит в серьезные приборы. Я не к тому, что этого не нужно делать, но я к тому, чтобы напомнить то, что говорил Юрий Михайлович Лотман, с которым я имела счастье быть даже и дружна, и мы, ну, в общем, встречались часто и много беседовали. И он говорил, теленка, конечно, можно на стейке разрубить, только он обратно не собирается. Обратно ты его не соберешь. То есть мы можем разглядывать сколько угодно вот эти штучки, из которых мы состоим. Но что делать дальше? Как нам понять? Понимаете, если я буду сознание искать в клетках, то я заранее говорю, что я его там не найду. Не надо искать. Не надо заниматься глупостями. И у нас есть опасности, я к концу подхожу, опасности и наша личная ответственность. Развитие персональной геномики, индивидуальный генетический портрет. Конечно, это здорово для медицины, когда будет известно, что именно этого человека, у него такие-то опасности надо лечить так. Этого человека нужно учить так. С этим человеком, понимаете, это все хорошо, но это наши самые сакральные знания. Мы хотим ими делиться. То есть ответственность ученых очень велика. Такая же, как у тех, которые в итоге создали атомную бомбу, и что из этого вышло, понятно. Но что же, им было не работать, что ли? То есть это сложные вопросы. И я заканчиваю вот чем. Это портрет моего любимого философа, Эммануэла Канта. По-моему, просто самого-самого лучшего на Земле. И он говорил, что вот звездное небо над головой, оно нам указ, и нравственный закон внутри нас. Вот что нам указ. Потому что науку остановить нельзя. Все попытки, которые постоянно предпринимаются, они ни к чему не приведут. Никогда. Наука будет действовать, как действует. Поэтому это личная ответственность каждого. Если ученый понимает, что тут нужно остановиться, то, может, он и должен продолжать исследовать, но он должен быть очень аккуратен, чтобы это не попало на площадь. Оно не должно попасть. Вы понимаете, когда сведения о том, как делать атомную бомбу, окажутся у подростка, то можем сказать друг другу до свидания. Ну и я на этом заканчиваю. И вот эту картинку я не просто так здесь поместила, а имея в виду, что из гусеницы путем разных преобразований получается чудесная бабочка. Это вызывает у меня много разных как романтических ассоциаций насчет того, что вот человек, который ничего не знал, а потом он вдруг смотришь, а он Шопенгауэр или Эйнштейн. Вот поэтому я, кстати, в школе не преподаю. Я думаю, вот как учительницы, как они не боятся в класс выходить, откуда они знают, кто у них эти дети маленькие, которые там сидят. Может быть, из них один Гитлер, другой Пушкин, третий Моцарт. Кто они, эти крошки? И вот когда их будут учить, когда их будут правильно воспитывать и хорошо с ними разговаривать, то вот из них вырастет такая чудесная бабочка. А еще меня удивляет в этом вот что, что, как говорят мне генетики, а я им верю, геном один и тот же у гусеницы и у бабочки, а выглядят они так по-разному и делают совершенно разное. Гусеница сидит себе тихонько и как бы спит, а бабочка летает по миру. В общем, удивительное это дело. Я закончу тем, с чем и начала, то есть не с чем, а чем и начала, а именно, что я страшно вам завидую, потому что наука очень быстро идет. На мой вкус это вообще самое интересное, что есть на свете. Ну, в общем, короче говоря, вот эти чудесные занятия, я их не променяю ни на что. А вы могли бы мне сказать, да, но есть искусство. Искусство находится в этом же поле. Я в последнее время очень увлечена тем, что происходит в мозгу у музыкантов, у математиков и у танцоров. Вот танцоры меня стали страшно интересовать. Ну, там сложнейшая мозговая деятельность происходит, невероятные сложности. Ну, в общем, вы поняли, куда я подвела. К тому, что это все одновременно, это все одно и то же. Это не то, что здесь мы у станка и занимаемся математикой, а потом пошли отдыхать и слушаем музыку. Слушание музыки – это вовсе не отдых. Это еще посложнее работать, чем любая математика. Спасибо вам, что вы меня внимательно слушали, как я вижу. И я вам желаю удачи. И, конечно, место для этой удачи, разумеется, это университет. А где еще? Я просто не знаю другого места. Если мне кто-нибудь покажет, я буду рада услышать. Но пока никто не показал. Конечно, университет. Это дом родной наш. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ